Минувший год оказался довольно неплодородным для чиновников сельского хозяйства, ученых и предпринимателей. Наполовину снизилось производство сельхозпродукции. Наименьший результат показала и пищевая промышленность. В этой отрасли задействованы 203 предприятия. В прошлом году эти компании выработали продукцию на 177 миллиардов тенге. Снижение объемов производства продуктов питания в 2015 году, как всем известно, было связано с девальвацией российского рубля. И, как следствие, высокая конкуренция со стороны российских производителей. Они, можно так сказать, из-за этого курса, можно сказать, демпиговали. В настоящее время ситуация выровнялась, и мы надеемся, что после установления нового паритета наши позиции будут восстановлены. Но и это еще не все трудности, с которыми пришлось столкнуться предпринимателям в сфере сельского хозяйства. Часть плодовых деревьев мегаполиса, которые произрастают на территории более 17 гектаров земли, заражена опасным вирусом – бактериальный ожог. Его могут распространять насекомые, ветер и сама почва. Это болезни, которые нету против них никакого-то средства. Есть материалы, которые против них пользуются, только сдерживающие. Это медосодержащие препараты и бордовские жидкости. Остальные все не помогают. Его можно только резать, скорчевывать, сжигать. Этот немаловажный вопрос на заседании запротоколировали, и в ближайшее время ученые должны решить вопрос по сохранению алматинских яблонегруш. Также особое внимание руководство города уделило и пустующим участкам. Их в области около 270. Земли, которые должны использоваться под сельское хозяйство, сейчас пустуют. Но и этот вопрос взяли на заметку. В этом году сельскому хозяйству уделят больше внимания, чтобы, как говорится, повысить коэффициент полезного действия.